У жильцов трехэтажных домов по улице Авиаторов появилась надежда на то, что предстоящую зиму они встретят в теплых квартирах. Застройщик каркасных зданий приступил к утеплительным работам. На протяжении последних зимы жители жаловались на сквозняки низкие температуры, в квартирах и покрытые инеем стены. О своих проблемах жители еще раз рассказали представителям департамента строительства, фонда содействия реформирования ЖКХ, управляющей компанией и застройщику. Потому что сливают воду тысячу рублей, почему моя прихоть? Нет. Замотали там эту штучку в 500 рублей. Почему я должна платить? Не только я. Вот а хоть кто? Жильцы дома номер 11А по улице Октябрьская на встрече с представителями окружного департамента строительства, фонда содействия реформирования ЖКХ, УНФ и подрядная организация рассказывают о своих проблемах. Они возникли во время проведения капитального ремонта в их доме. Больше всего собственников квартир возмущает необходимость оплачивать услуги по отключению коммуникаций. Жильцы убеждены, денег с них требовать не должны, ведь все работы проводятся в рамках капитального ремонта. Еще одна проблема жильцов – маневренный фонд. На период проведения работы им должны были предоставить временное жилье. У нас на время ремонта никуда не веселяют. В нашей квартире ремонт так и не начался. У соседей закончили. То есть мне с детьми никуда не буду выходить. Они говорят, приходите из комнаты в комнату. Ольга Кислякова проживает в квартире вместе с мамой и тремя детьми. Признается, ранее уже обращалась в жилищный отдел с просьбой предоставить маневренное жилье, но до сих пор ответа не получила. Правда, руководитель фонда содействия реформированию ЖК Ханинецкого округа Анатолий Сафонов заверил, в ближайшее время Ольге будет предоставлено временное жилье. Вот, я еще раз говорю, трехкомнатный на Южной. Сегодня я разговаривал с Руденко. Он говорит, все. А кто должен жильцов проинформировать вот об этом? Ну что, есть квартира, уже готовая под переселение? Ну, сейчас проинформировать. В общем-то, писали мы на имя главы города. И вот он, решили вопрос с этим делом. Ну, тут одна квартира, все. В ближайшее время должна быть? Да, да. На этой неделе будет решение об отделении вам маневренного жилья. И остальное дело техники. Дом номер 11 по улице Октябрьская в следующем году перешагнет полувековой рубеж. Жильцы дома рассчитывали на переселение в благоустроенные квартиры. Но двухэтажную деревяшку решено было отремонтировать. О том, какие работы предстоит выполнить на объекте, нам рассказал гендиректор компании «Стройуниверсал» Александр Колыбин. Работа произведения переборка полов, усиление фундаментов, смена бруса, который изгнил, утепление чердака, замена утеплителя и обшивка наружной фасады, электрика. Как давно рабочие приступили? Дни 15 назад. А в какие сроки планируется? Ну, планируем раньше срока контракта выполнить, дней на 20. Планируется, что после того, как подрядчик завершит свои работы на объекте, в доме проведут и текущий ремонт, выполнят покраску и побелку. Этот вопрос сейчас обсуждается с управляющей компанией. В целом, как отметил гендиректор фонда содействия реформированию ЖКХ, на капремонт дома потребуется порядка 18,5 миллионов рублей. По этому дому сумма составляет 17 миллионов 676 тысяч рублей. Это вот на те работы, которые сейчас проводятся. Плюсом, естественно, будут у нас еще затраты на газоснабжение по этому дому. Но то, что проект еще составлялся тоже за счет, ну там уже не жильцов, он составлялся за счет окружных денег. Ну, я считаю, общая сумма где-то порядка будет 18,5. Со всеми расходами я имею в виду. Подобные встречи с жильцами позволяют выявить спорные моменты, которые требуют скорейшего решения, а также урегулировать конфликты сторон. Все вопросы, которые были озвучены в ходе визита делегации о профильных управлении ведомств, взяли себе на вооружение представители Общероссийского народного фронта. Здесь просто мы смотрим, как работает фонд капитального ремонта, какие у него будут работы. Но, во всяком случае, дальше мы уже, я думаю, что примем свои выводы и направим свои обращения. В свою очередь, решением вопросов займется и профильное управление. В данном случае, по поручению заместитель губернатора, по предложению Народного фронта, чтобы послушать некоторые вопросы, решить которые можно, потому что не слышали вопросы по отселению, потом о том, что возник вопрос по оплате за отключение. Мы его параллельно отработаем, потому что сейчас сказать сложно, кто должен платить. Полезные такие деньги. Всего в текущем году капитальный ремонт будет выполнен в семи жилых домах. Один из них расположен в деревне Макарова. В пяти домах, которые были отремонтированы в прошлом году, выгребные ямы заменят на септики.